Всем привет, с вами Кулич и это 10 юбилейный выпуск героев нашего времени. Я долго думал, кто же заслуживает быть в этом ролике больше всего и в один момент я прозрел. Это же пророк санбой. Фростморн жаждет крови. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Почему именно он, спросите вы? Да все просто. Дело в том, что он не обычный фриковатый дед, похожий на опухшего Геральта из Ривии. Да. Даже виды правды. Нет. За своей спиной он имеет очень обширную и очень интересную историю, о которой знают немногие. Вообще ужас. Ужас, что творится. Именно с ней я вас сегодня и познакомлю. Ну такая новость, противная новость. Уверен, многие из вас хотя бы один раз натыкались на него в интернете. Пухлый стричок с сальной шевелюрой, бакенбарда миеватый в ушах. Записывает странные видео, поет странные песни и постоянно клянчит у своих подписчиков диньгу. При первом же взгляде становится понятно, что мы смотрим на пациента Шауе. Но так ли все просто на самом деле? Сегодня мы с вами в этом разберемся, потому что как часто это бывает, на поверку тема оказалась гораздо интереснее. Биография Санбоя покрыта мраком, потому что многие из фактов проверить на данный момент не представляется возможным. Но если верить ему на слово, то в свое время он был фигурой мирового масштаба. Санбоя утверждает, что был знаком с Бродским. Да, познакомился я с Йоси в 1993 году, в 1993, на мосту ночью в Праге, в 1993. Шел я ночью с гитарой, подвыпивший 23-летний гитарист из России, певец-пророк Санбоя. Гляжу, целуется лысый очкарик на мосту с толстой бабой в длинной юбке на Карловом мосту. А я пел в этот день, был концерт на Староместской площади, в панк-клубе Узулфацу. Там, как вы ходите, от памятника Яну Гусу сюда, в сторону Васловки. Вот тут на углу стоит Узулфацу внизу. А скажите, а в честь чего сооружен вот этот памятник? Можно что-нибудь? Вот этот вот памятник. Это были что? Ян Гусу. А что он прославился? Я только на картинке. Реформатор. Реформатор, да? На мосту. И поднял ей, подол юбки. Боже мой, как он за мной побежал. Бродский. Я ж не знал, что это Бродский. Как он за мной бежал, а я орал, бежал с гитарой. Через весь мост Карлов. Я изо всех сил бежал и кричал. А в это время на другой стороне моста. Полицейские вот так поставили к стене с ямамигрантов. Я мимо пробежал с гитарой. Полицейские меня не тронули. Они знали меня. Я орал по ночам. На Карлов мосту пел. Для всех на гитаре. Деньги зарабатывал. А что ж надо выживать мне, молодому? Они пропустили меня, бегущего, с гитарой. А вот Нобелевскому лариату сделали подсечку. И он распростался. На булыжниках с очками полетели. И вон нахуй. Выступал на одной сцене с Оззи Осборном. А также был запечатлен на обложке легендарного альбома легендарной группы Front 242. Обалдеть. И это всего лишь малая часть тех регалий, которые приписывает себе пророк Санбой. Верить в это или нет, это уже на ваше усмотрение. Потому что, как я сказал ранее, проверить достоверность всего, о чем он говорит, сейчас не представляется возможным. Но помимо сомнительных историй, есть и подтвержденные. И вот уже основываясь на этой истории, можно делать какие-то выводы. Но давайте обо всем по порядку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну-ну. Настоящее имя пророка Санбоя Геннадий Черенцов родился в 1969 году в Смоленской области. А именно в городе Ярцево. О котором он впоследствии будет очень часто вспоминать в своих песнях и блогах. В юности Геннадий был беззаботным мальчишкой. Он играл на гитаре, катался на велосипеде и попросту наслаждался жизнью. Его образ мышления, поведение, а также стиль его творчества можно было охарактеризовать одним словом. Хиппи. Именно это движение было популярно среди молодежи тех лет. Длинная, выкрашенная в белый цвет шевелюра, растянутая невзрачная майка, потертые джинсы и нисходящая с лица улыбка. Именно так выглядел Геннадий в то время. Голос Санбоя также отличался от того, что мы имеем сейчас. И я открываю глаза, смотрю на восходящее солнце и верю, что нет больше зла. Ну а текста сплошь и рядом состояли из пропаганды мира, добра, дружбы и жвачки. Помимо всего этого, несли в себе четкий антимилитаристический посыл. Если б уничтожить все посылы и ракеты И отлить из них в луги Можно было застить планету Семенью жизни и красоты И растить наших детей В океане Диких трав Чтоб не знали они Страшных войн И химических А траву ваму ваму Как я уже говорил, Геннадий был хиппи. Все это в синергии создавало достаточно интересный, необычный образ. Если сравнивать его с нынешними исполнителями, то на ум приходит Шарлотт. Такой же молодой, инфантильный И с припиздью. Возможно, сейчас вы не видите этих сходств, но чуть попозже, скорее всего, заметите. Помимо музыки, Геннадий был помешан на велозабегах на дальние дистанции. Санбой часто брал велосипед, пару мешков с вещами, гитару И ехал, куда глаза глядят. Все газеты наперебой опубликовали обратно статьи обо мне. Чувак приехал с такой тачечкой, на которой лежали 4 мешочка, и эта телега прошла всю Европу. Об этом писала вечерняя прага. Чтобы вы понимали масштаб данного увлечения. В 90-е годы Геннадий был записан в книгу рекордов Гиннесса, как человек, который проехал 80 километров на велосипеде, при этом не держась руками за руль, и все это время нон-стопом играя на гитаре. Он объехал всю Европу, имея с собой парочку нужных вещей, гитару и альбом, в который он складывал вырезки из статей, в которых писали о нем. Сейчас на экране вы можете видеть, как он выглядел в те годы. Я уверен, что вопрос о несоответствии образа и прозвища, который у вас, скорее всего, был до этого, сейчас пропал. Санбой. Солнечный мальчик. А ведь действительно подходит. В 91-м году молодой музыкант во время очередного велозабега заезжает в Минск и становится героем сюжета на белорусском телевидении. На котором, в свою очередь, исполняет свой хит под названием «Рассвет». Надя на все том же велосипеде доезжает до Пула. Праги, где у него берут интервью. Из интервью мы узнаем, что первую волну популярности Геннадий получил в 90-м году, во время съемок в фильме «Ласточки и воробей». Также в этом фильме он сыграл свою первую песню под названием «Еду на Черное море». После интервью журналист лично представил Геннадия президенту Чехии – Вацлаву Гавилу. Вацлав был в шоке от того, что обычный русский парень проделал такой огромный путь для того, чтобы посетить столицу его страны и решил сделать ему подарок. Этим подарком стал туристический автобус, красующийся на нем надписью «Санбой». Вот небольшой отрывок из чешской газеты, выпущенной в 93-м году под заголовком «Солнечный кудесник». «Золотые взъерошенные волосы, напоминающие солнечные лучи, растрепанные ветром». «Жизнерадостный взгляд», «Громкий и веселый смех». «Санбой». Вскоре к слову «санбой» добавилось слово «пророк». Нет, не подумайте, что Геннадий занимался какими-либо магическими пророчествами. Пророк, потому что он пропагандирует рок-музыку и сочиняет ее. Писала чешская журналистка Сусанна Стракова. После получения подарка Геннадий решает вернуться обратно на родину, но уже на российской границе неизвестные ограбили его и разгромили его автобус. «Все, что бы желало!» «У нас даже гитары разрывали!» «Ой, е-е-е!» «Сердце мое разъехало!» «Это же велосипеды!» «Станас, когда шло там гаунд». «Все, там где-то, мы еще...» «Ну вот». «Это так встречает у нас, что таможни!» «Так, в чем здесь таможень?» «Так, таможень к этому отношению, наверное, не нравится.» Но все-таки привезти его в Ярцево санбою удалось. По приезду домой Геннадий решает кардинально сменить имидж. Из жизнерадостного босоногого мальчика Гена превращается в мрачного бэтбоя с выбритыми висками. Из хиппи в постпанк. Можно и так сказать. Помимо внешности изменилось и все остальное. В плане подачи санбой начал потихоньку трансформироваться в то, что мы имеем сейчас. Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый искал, всюду черное слово. Жесть стоит в девшине или в ранном тумане, на кровавой войне и на любовном обмане. Появилась та самая хрипотца в голосе и более низкий тембр. Если в сердце не пусто, нечего делать там. Только высокие чувства можно нести к облакам. Слушай, а ты летала в небо заметную си, Плещущей всеми цветами, знаешь, как мир красив. Тексты песен тоже потерпели изменения. Из веселых песенок про дружбу и жвачку по что-то более остро-социальное. У-у-у! С горюшку заревешь! Мы Россию всю мать и Беларусь всю распродали. Всю распродали до бревнышка и не за грош. Таким образом, в 1996 году Геннадий решает выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Смоленской области. И выпускает вот такой вот ролик. Я, певец и композитор Санвуй, выдвинул свою кандидатуру в депутаты Госдумы России. Жители области уже дали мне свои голоса. Но я не уверен, что я буду депутатом. Опять будет кто-то кот в мешке. Меня все знают и знают, что я из самой массы. Сегодня утром 27 сентября я читал стихи Роберта Рождественского. И написал песню на тему выборы. Но мне так бы хотелось, чтобы кто-то был в думе от молодежи. Дорогу молодым. Я думаю, тревожные звоночки уже ощущаются. Ужас какой. С карьерой депутата у Геннадия так и не сложилось. Доподлинно неизвестно почему, но мне кажется, что свистящая фляга начала давать о себе знать. Всего лишь оценочное суждение и никакого поклёпа. Просто понимаете в чём дело? Даже при просмотре первых клипов и интервью становится понятно, что Геннадий... Не совсем обычный человек, если вы понимаете о чём я. Обидно, конечно. В 1997 году Геннадий едет в Москву для того, чтобы принять участие в двух рок-фестивалях. Один из которых проходил под лозунгом «Рок против наркотиков». Ну да, ну да. Так ждал интервью на телевидении и, со слов Геннадия, принял участие в рекламе конфет «Красный октябрь». За которое ему, кстати, по тем же словам Геннадия заплатили конфетами. Уважаемые господа, это мои картины за несколько лет работ. Я их рисовал ночью в основном. Рисовал после своих снов. Действительно, это очень приятно. Даже смотрели в глаза сны. Потому что вот эта картина, вот эта вот на юге, где я был. Вот эта дорожка, вот эта дорожка солнечная, она как бы уводит человека куда-то, это самое, в грезы. Но вот эта картина, мне нравится, это то, что вот здесь динамика. Человек убегает, за ним бежит с ножом человек. Беги к людям, как бы предупреждение. Здесь пахнет мистикой. Пахнет мистикой. Потому что я долгое время занимался вот этим мистикой. Занимался древними учениями. И вот это вот все в сны. Перешло в сны. И мессия, которую я всегда здесь подчеркиваю, здесь подчеркиваю. Как утверждает Санбой, в промежутке между всем этим он успел совершить кругосветное путешествие. Совершал он его в составе киногруппы из Праги. А также Чешско-французского комитета по изучению аномальных явлений и НЛО. Геннадий утверждает, что он посетил все сакральные места на всех континентах. И познакомился с очень интересными личностями. Такими как Ванга, например. Подтверждение всему этому я не нашел. Так что было бы справедливо во всем этом усомниться. Но если же Геннадий говорит правду и нигде не припездывает, то это круто. Заслуживает уважения. Вообще, в рассказах Геннадия, как пел великий и ужасный, процитирую. Это инфа как лавина, в ней вранья половина. Но ты никогда не узнаешь, какая именно. Вот как-то так. И самое смешное, что на некоторые из этих историй у него действительно имеются доказательства. Ладно, едем дальше. А дальше, по моему скромному мнению, начинается самое интересное. Выключи облучатель, телевизор. Выключай телевизор! Ты же видела, стоят везде на трубах облучатели эти. Путинцы, фашисты убивают людей. Выключай давай! Ну выключай облучатель, там рентгены идут! В 98-м году в жизни Геннадия наступают темные времена. Отношения Геннадия с властью города начинают портиться. Сам Санбой утверждает, что все началось из-за того самого несчастного автобуса, который в свое время ему подарил президент Чехии. В Киеве я хочу сходить в чешское посольство и сообщить, что автобус ихний украла ярцовская милиция. У меня есть документ от этой милиции, что якобы они взяли автобус в целях операции «Вихрь антитеррор». Зачем постоянно меня привозили в милицию и говорили «Подари нам автобус». Тебе подарил президент автобус? Подари милиции, нам не на чем ездить на работу. Как мы помним, проблемы с ним начались еще на границе. Но после того, как Геннадий все-таки привез его в Ярцево, он пару лет просто пылился у него во дворе. Тем самым мозолил глаза милиционерам и властям. И в один момент злобные полицейские и власть решают, нужно этот автобус у Санбоя спиздить. Художественный фильм «Спиздили». И в ходе операции «Вихрь антитеррор» угоняют этот автобус на штрафстоянку, где потихонечку его распиливают. Спиздили. Сам Санбой не мог его забрать, потому что у него попросту не было прав. Но это все херня, потому что, со слов Геннадия, в этот день умерла его мама. Как она умерла? Она погналась за автобусом, споткнулась и утонула в луже. Украли в двухтысячном на глазах средь бела дня. Покойная мать бежала за автобусом и утонула в луже возле его девятиэтажки. И горе пошло за... горем. Я понимаю, что над таким нельзя смеяться. Но что, блядь, утонуло в луже? Опять же, почему мне так смешно? Да потому что версию Геннадия никто подтвердить не может. Даже сам Геннадий. А вот люди, которые жили в его дворе, рассказывают, что Геннадий просто ебнутый. И мать его умерла, на самом деле, то ли от старости, то ли от болезни. Но никак не в луже. Откуда это Геннадий взял? Почему? Как? Зачем? Ответ на этот вопрос мы сейчас с вами и получим. Как оказалось, в этом же году Геннадий был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Меня хотят пожизненно сдать в психбольницу. За то, что я принес автобусы Чехословакии. И пробыл он там достаточно дохерища. Потому что о нем не было ни слуху, ни духу где-то до 2010 года. По какой причине, за что и почему, доподлинно неизвестно. Но я думаю, что с фактом лечения никто спорить не будет. У меня есть предположение, что это все из-за параноидальной шизофрении. Но кто я такой? Я же не врач, да. Я могу просто строить догадки. Геннадий уверен, что это была карательная психиатрия. Его попросту закололи местные власти. За одну ночь на ментовской стоянке у Шукалова автобус за одну ночь разворовали. Пророк Санбой стал жаловаться прокурору. И чтобы не садить воров ментов, пророка Санбоя скрутили и свезли здорового в псих-тюрьму. Ни разу не состоявшего на учете. А там был приказ, чтобы никто не узнал, заколоть, убить уколами певца. И по 19 уколов каждый день пророка стали закалывать всевозможными уколами. Он только открывал глаза, ему тут же били уколы и так продолжалось целых полгода. И только, друзья, по правам человека из партии Яблоко его спасли. А вот его земляки вспоминают, что в те годы он действительно поехал кукухой. И вот с того времени он является городским сумасшедшим. За что, собственно, его в психушку-то и забрали. Как я уже говорил ранее, мне кажется, что Санбой просто изначально был в группе риска людей, которые могут сорвать флягу. И непонятно почему. То ли стресс, то ли нервы, то ли алкоголь, то ли наркотики. Но по итогу фляжку-то ему сорвало, да нехило. Да так нехило, что на место эту фляжку ставили лет 10. Не факт, что до конца поставили. Да, вот такая она жизнь. Мне кажется, отсюда как раз и идут все эти истории о выступлении с Оззи Осборном, о кругосветке, о женитьбе на Тинни Тернер и так далее. Но, справедливости ради, автобус ему действительно дарили. Скорее всего, все вот эти вот охуительные истории о кругосветках и так далее просто всплывали в его воображении, пока он лежал в дурке. И когда он вышел из дурки, он уже не мог понять, что из этого бред, а что из этого действительно случившийся факт. Но, опять же, все это просто мои предположения. Никакого негатива к Геннадию. В нулевых Геннадий женился, а в 2010-м завел свой канал. На канал он заливал разного рода контент. От блогов, логов до клипов музыкальных и каких-то вот вырезок из ТВ-эфиров того времени. Я уже одет. Записываю песню для всего мира. Да, вот это печенье. Какое печенье? Не лечь? Не лечь? Не лечь. Все, пошла. Много кадров спортил. Нашим маленьким заколуським. Помимо этого, он начал активничать во всех соцсетях и тем самым привлекал к себе внимание. Лично я узнал о Геннадии где-то году в 2012-13-м, когда смотрел шоу Ильи Мэдисона «Днище». Может, помните такое? Это знать надо! Это классика, блядь! Так вот, в одном из выпусков был санбой с песней «Ты выпила водку». Выпил «Надо послушать застольную песню». И вот это вот мне уже действительно понравилось. Канал называется «Санбой Геннадий Санбой Чернецов». Песня «Ты выпила водку, береги свою пилотку» «Супер хит пророка Санбоя Ярцева-2014». Господи, хух, выговорил. Мне очень понравилось. Помимо этого, насколько я помню, там были вставки из ролика Санбоя, где он доебывается до случайных прохожих. Советую ради интереса зайти на этот канал, потому что там много странных видео. Например, есть 5-минутное видео, где он в переходе смотрит на женщину, которая торгует трикотажем белорусским и орёт на неё что-то типа «Опять машнишь, сука?» и так все 5 минут. Ну и неудивительно, что Мэдисон записал Санбоя в «Поехавшие» при просмотре всего этого, потому что справедливости ради было за что. Мне кажется, именно это видео принесло ему первую волну популярности в интернете. В дальнейшем Мэдисон открыл для себя легендарную композицию «Остров в океане» и продвигал её среди своих зрителей на Твиче. Продвигал до тех пор, пока Геннадий не словил очередное весеннее обострение и не начал обвинять Мэдисона во всех грехах. Ну вот опять Мэдисон этот меня оскорбляет. Кто он, поэт или что он, этот Мэдисон? Он никто, и звать его никак с точки зрения поэзии высокой, чем я занимаюсь. Помимо этого Мэдисон услышал охуительную историю от Санбоя о том, как у него мать в лужу утонула и понял, что с сумасшедшими дело иметь не хочет. Ну я извиняюсь, я же не знал. Я же не знал, что это не наркотики, а уколы в психбольнице, что у девятиэтажки была эта проклятая лужа. Я же не мог об этом знать. Кстати, что касается самой популярной песни Геннадия, которую он так любит бравировать, да-да, тот самый «Остров в океане». Оказалось-то, что там не просто аранжировка с пижина. Всё гораздо интереснее. Ну, короче, сами посмотрите. Ну я тут думаю, а дай-ка я поищу что-нибудь в интернете про песню «Остров». Может, что-нибудь найду ещё интересного, кроме того, что «Уильм Тэмтэйшн» музыка «Батюшки святые». Интервью давнишнее нахожу со смоленским писателем. В этом интервью его берёт Санбой, и Санбой его спрашивает. У тебя в одном стихотворении есть такая фраза. «Сколько я не искал золотого святого, Всюду грубо я искал, Всюду чёрное слово». Ты как бы из далёких прошлых времён сейчас обвиняешь этот мир, какой он сейчас есть. Как ты мог это предвидеть? Оказывается, и стихи не великого бога музыки пророка Санбоя. Так это что, получается, плагиат? В чистом виде, как ты догадался. Ну и что я теперь должен думать о пророке Санбой? Ну, дальше копнул. Копнул дальше. Сруханова, знаешь такого? Знаю. Игоря. Да. Давно он написал, по-моему, в 90-х каких-то годах «Зелёные глаза» песня. Да, слышал. Красивая. Ну, в 92-м или 97-м, неважно. Можно найти в интернете. 2014 год. Хит. Пророка Санбоя. Твои «Зелёные глаза» исполняется песня Сурханова, выдается за свою. А Сурханов что на это? Сурханов молчит, потому что связываться с психически больными людьми опасно. Сейчас Геннадий по-прежнему выпускает свои песни, клипы на эти песни и просто видео. Валя, бегом, что они делают? У нас как? Что творится? Ужас, что творится, Валя? Что это такое? Что это такое? Ужас. Ужас. Мой любимый формат у Геннадия – это кукинг. Очень потешная херня. Кыш, баран, кыш. Кик, мили мёш. Дюшан мёш. Кыш, баран, кыш. Кыш, барин, арин. Охуенный военный. Кыш, баран, кыш. Кыш, бараш, кыш, бараш. Вот такая вкусная еда, пророка Санбоя. Такое хрючево прям вот странное. Но как же он смакует. Кстати, касательно Шизы и Геннадия, порой она действительно начинает прогрессировать. Понимаете, в чём прикол? В прошлом году умерла его жена. И знаете, кого он в этом обвинил? Мэдисона. Да, того самого Мэдисона, который о нём не вспоминал года четыре, а то и больше. Подписчинские подонки. Это же каждый день издеваться над женой. Это же было жутко. Ну, это подонок. Мэдисон такой, придурок есть. Вот его люди. Правильно его убили, хотели убить. И чёрт с ним. Такие люди, которые убивают других, невинных, как моя добрая Валюшка. Они должны отвечать за это. Просто должны отвечать. О нынешнем творчестве Геннадия можно говорить очень долго, но лучше увидеть всё это самому. Да и вообще, я думаю, что большинство из вас и без меня в курсе дел. Вообще, изначально, по случаю юбилейного выпуска, я хотел записать кавер на легендарную песню пророка Санбоя «Остров в океане». Но потом я понял, что перепеть его у меня не удастся. Да даже спеть так же, как и он. Поэтому лучше не пытаться. Ну, ничего, как-нибудь в другой раз. Вот такая вот интересная история стоит за, казалось бы, обыкновенным фриком. Жизнь очень интересная штука, и ты никогда не знаешь, каким боком она к тебе повернётся. Пацанчик подавал большие надежды, но в какой-то момент что-то пошло не так, и... Мать в лужу утонула. Но стоит отдать Геннадию должное, потому что он до сих пор не сдался. Он по-прежнему поёт песни, записывает клипы и никогда не расстаётся со своим верным велосипедом. От себя хочу добавить, что для меня, наверное, в жизни самое страшное это далеко не смерть. Самое страшное это поехать кукухой. Берегите свою кукуху, друзья. Если уже есть какие-то тревожные звоночки, то бегите её лечить. Иначе по итогу будете женаты на Тинни Тёрнер и... Мать в лужу утонет. Да. Если вам понравился этот ролик, то переходите в плейлист героя нашего времени. Там вас ждёт ещё 9 таких же охуительных историй. Также в описании к ролику будут указаны статьи, которые я использовал во время написания материала. Отдельное спасибо хочу сказать интернет-изданию НОЖ, потому что большинство информации я взял именно оттуда. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и поднимайте актив под этим роликом. Чем больше лайков, комментариев и просмотров, тем быстрее выйдет новый ролик. Также советую подписаться на мои соцсети, такие как Телеграм, Инстаграм и группу ВКонтакте. А с вами был Илья Кулич. Пока. Это ж о чём говорит? Шизик, блядь, как Вилли.